Мы не могли остаться равнодушными к рассказам об этом Багамском острове и после прочтения немногочисленных юридических справочников и восторженных отзывов на различных юридических форумах мы узнали, что эта Багамская жемчужина расположена всего в 400 километрах от Майами Она, жемчужина, привлекает не только богатых и знаменитых но и завоевывает сердца обычных людей Ильютра с ее впечатляющей природой, красотой бесконечными пляжами богатым историческим прошлым, яркой культурой с дружелюбными местными жителями, чуть ли не рай на земле Если вы гурман, свидетель природы, человек, нуждающийся в отдыхе или искатель приключений, то на Ильютре найдете для себя все, о чем мечтали или даже не мечтали из скромности Является ли все это правдой или просто хорошей рекламой? Давайте разберемся American Airlines осуществляет прямые рейсы из международного аэропорта Майами до ELH Это международный код аэропорта Северной Ильютры Небольшой самолет Embraer 175 бразильского происхождения перевозит 76 пассажиров Полет длится около 40 минут в зависимости от погодных условий ELH это маленький аэропорт с дружелюбным и быстрым работающим персоналом и взлетно-посадочной полосой длиной в два километра Таможенное оформление заняло всего лишь несколько минут и через 30 минут после приземления мы уже ехали на арендованной машине по направлению к нашему домику, который мы арендовали на R&B в поселке Кёрлд Нам досталась дизельная Mazda CX5 японского происхождения с правым рулем за 85 долларов в день Автомобиль был в хорошем состоянии и прекрасно нам прослужил Выехав из аэропорта, мы направились к торговому центру Норс и Лютра для покупки продуктов Не найдетесь здесь купить виганское ризотто или молоко из кешью Но все самое необходимое, но уже по островным ценам там есть Мы остановились в магазине 700 Вайнс и Спиритс купить неплохое погамское пиво Калик И уже через 25 минут мы приехали в наш скромный домик, расположенный рядом с пляжем Кёрлен Норссайт Кёрлен по-русски течение Одно из старейших поселений на острове и место рождения первого премьер-министра погамских островов Сэра Роланда Симонетта Это тихий маленький городок, где все друг друга знают С небольшим продуктовым магазином, библиотекой, почтовым отделением Основным занятием местного населения является рыболовство О чем свидетельствуют небольшие лодки возле пристани И спрятанное под ней кладбище королевского розового моллюска Стромбуса А также сотни выкинутых и гниющих на пляже панцирей убитых колючих омаров В августе 1992 года Кёрлен сильно пострадал от урагана Эндрю Многие старые дома и причалы, и в том числе и популярный курорт Кёрлен Клаб, были разрушены Канал, или КАТ, между Северной и Лютрой и островом Кёрлен представляет собой природный феномен Который привлекает любителей острых ощущений Желающих испытать свои навыки в плавучестве посредством дайвинга или снёрклинга Дрифт-дайвинг в Кёрлен Кат был очень популярен в 70-х годах Привлекая дайверов со всего мира, которые останавливались в отеле Кёрлен Клаб Чтобы испытать подводные полёты на скорости до 10 узлов или 20 км в час Если вам здесь нравится, вы можете купить красивый дом за несколько миллионов Или участок земли на берегу моря за несколько сотен тысяч, чтобы построить дом своей мечты Если вы достаточно предприимчивы, вы можете даже построить новый курорт мирового класса Короче, возможности безграничны, пока не придёт новый ураган и мать природа не обнулит все ваши достижения Нам понравился посёлок Кёрлен за его чарующую оригинальность Он как драгоценный камень, которого обработка только испортит Кёрлен может также похвастаться несколькими довольно приличными пляжами И для единобразия мы используем для них те же названия, что и Брэд Сигела в своём очень полезном путеводителе Пляжная книга или Бич Бук Сначала мы решили посетить Риптайт Бич, который в этой книге не особенно рекомендуется посещать Из-за опасного течения Добраться туда непросто, так как ехать придётся по очень неровной ухабистой дороге Вы проедете паромный терминал Багамских островов Место похоже на римский бассейн, называемое каналом Где раньше стоял деревянный почтовый кораблик Кёрлен Прайль, когда он не использовался На канале есть небольшая башня, где тестировали образцы краски, подвергая их воздействию стихии через окно Пляж Риптайт Бич уединённый, каменистый Снёрклинг здесь не очень Плавая с маской можно увидеть лишь экзотические заросли длинных водорослей Выглядящих практически безжизненно Если пройти от этого пляжа ближе к течению То плавать с маской становится более опасно Из-за нарастающей силы приливного течения На форумах было написано, что здесь можно порыбачить И я попробовала что-либо поймать Всё, что мне удалось поймать, малыша-группера У бедняги во рту уже был чужой крючок Я обрезала торчащий кусок лески и выпустила его на волю Если я когда-нибудь надумаю ещё раз приехать на Элютру Я оставлю свою удочку дома Может быть это только мне так показалось Но мест, где можно было бы ловить рыбу с берега на Элютре нет Море казалось нам совсем пустым, истощённым Порой мусора в воде было больше, чем рыбы Чрезмерный вылов рыбы, розового моллюска, колючих омаров Приводит сокращение не только численности этих морских обитателей Но и по пищевой цепочке сокращается численность других видов Напрямую зависящих от них Как от непосредственного источника питания Страдают акулы, скаты, осьминоги, гигантские кровоотшельники и другие Представьте себе, изумительная раковина, которая имеет подложительность жизни до 30 лет Достигает полова зрелости 3-4 года Безжалостно уничтожается в угоду туристам Всего-навсего за 80-100 граммов мякоти Одно я знаю точно Если стромбус гигас исчезнет, то исчезнет навсегда И ничто не вернёт его обратно Известно, что все попытки, до сих пор предпринимаемые По искусственному выращиванию Не венчались с длительным успехом Затем то же самое произойдёт и с колючим омаром Если двигаться до течения обратно От антлантической стороны Карибской Выезжая на главную дорогу Можно проехать и не заметить Другой маленький и уютный пляжик Дабл Мун Совсем рядом с ним из воды торчат старые пилоны Оставшись от проекта постройки пристани Которая была разрушена ураганом Люди говорят, что там есть приличные места Для плавания с маской Когда мы решили искупаться Мы заметили полтора метровую акулу Которая пришла посмотреть на нас И желание у нас пропало Вообще это довольно интересное место Наблюдать за бурлящим, приливным течением И тем, как местные рыбацкие лодки И даже крупные суда пытаются преодолеть эту природную стихию Если вам нравится этот район Вы можете купить здесь 300 метров набережной Всего за 3,5 миллионов долларов Короче, возможности безграничны В поселке есть отличный общественный пляж С легким доступом и парковкой На месте бывшего курорта Керн Клаб Можно купаться и наблюдать за рыбаками Которые чистят только что пойманную рыбу И розовых моллюсков на пирсе Здесь можно поплавать с маской Увидеть акул, скатов и косяки мелкой рыбы Рядом с пляжем находится парк Сера Роланда Симонетта Здесь можно поиграть в баскетбол с друзьями Когда вы уже устали купаться и загорать Всего в нескольких минутах езды от общественного пляжа Кюрнта Мы посетили пляж Сэмбэнкс Или песочные дюны по-русски Во время сильного отлива Морское дно начинает местами выступать из воды Создавая острова песочных барханов Легко добраться и запарковаться Если продолжить ехать на юг То можно посетить еще два пляжа Пляж Апарков и пляж Эсбей Расположенных прямо у шоссе Мы остановились, осмотрелись Сделали несколько фотографий и уехали Никакого уединения, дорожный шум Куча мусора, который океан выбрасывает на берег во время штормов Возвращая его обратно людям Если посмотреть на спутниковую карту острова То можно увидеть озеро, похожее на левую руку Оно и называется озеро левой руки Мы решили его посетить Тем более, что оно было недалеко от главной дороги То, что мы увидели, нас очень расстроило Свалка мусора, вероятно, незаконная Очень грустно и утруждающе видеть диких уток И других морских птиц, плавающих среди всех этих ядовитых отходов Эти отходы проникают и отравляют Не только этот природный водоем, но и грунтовую воду Ах, какой бы заповедник для пернатых Можно было бы сделать из этого озера левой руки Если ехать из поселка Керенд на восток То, выехав на Королевское шоссе или Куинс Хайвей Можно посетить два населенных пункта Расположенных недалеко друг от друга Лоубок и Апобок Название «бок» происходит от слова «болото» Низина Примечательным местом в нижнем болоте Является пекарня дяди Томи Предлагающая вкусные кокосовые пироги Ромовый пирог, фруктовый пирог Кокосовый хлеб и другую выпечку Да, внимание, в этом районе остерегайтесь лежачих полицейских Чтобы не оторвать дно арендованного автомобиля До пляжа Лоубок легко добраться Здесь имеется просторная парковка И людей здесь не бывает много Верхний бок расположен выше, чем нижний бок Отсюда и название Пляж верхнего болота был грязный И ничего интересного мы здесь не нашли Мы сделали несколько фотографий и ушли Двигаясь по Куинс Хаевы на север Мы посетили поселение Блав Расположенное на западном побережье острова Норс и Лютра Оно было основано освобожденными рабами в начале 1800-х годов Блав стоит посетить, чтобы увидеть настоящий Небезликий курортный багамский поселок Общественный пляж Блав расположен рядом с так называемым Правительственным причалом Погуляв по Блаву Мы вернулись на Куинс Хаевы И поехали дальше на север Доехав до конца Хаевы До разъюки Мы повернули налево Потому что решили заглянуть на Спаниш Уэллс Ферри Бич Это оказался очень грязный, шумный И не очень интересный пляж Он расположен недалеко от пристани Джинес Бэй Откуда лодки перевозят туристов На близлежащий остров Спаниш Уэллс Или испанский колодец по-русски Если вы припаркуете там свой автомобиль То будьте осторожны Поскольку автомобильный вандализм Случается довольно часто Спросите местных о парковке Чтобы убедиться, что вы не вернетесь к машине С четырьмя спущенными шинами Мы не стали терять много времени здесь И поехали посетить Сапфайо Блухол Или Сапфировой Голубую Дыру Найти это место легко Нужно лишь от вышеуказанной развилки На которой кончается Квинс Хайвей Повернуть направо Надо признаться, что на этом северном окончании Острова Элютра Мы провели значительную часть своего отпуска Мы не знали историю этих мест Пока не вернулись домой Но постоянно чувствовали Что-то неординарное и необъяснимое вокруг Сапфировая Голубая Дыра Это карстовая воронка Завораживающее место С водой потрясающее сапфирово-синево оттенка Добраться туда не сложно Парковка удобная Голубая Дыра Отличное место для красивых фотографий А теперь самое интересное Там есть деревянная платформа Которая приглашает вас Совершить шестиметровый прыжок В ослепительную синеву И многие это делают Наверное, получают от этого удовольствие Но перед тем, как вы нырнете Убедитесь, что у вас есть четкий план Как безопасно выбраться обратно Учитывая недавние происшествия Важно проявлять осторожность Если, конечно же, не хотите совершить Путешествие в госпиталь На главный остров Насау Потому что на Ильютре нет больниц Не пытайтесь совершить этот прыжок В одиночку Кто же будет звать на помощь И помогать извлекать ваше тело С глубины 30 метров Совсем недалеко от Голубой Дыры Находится притча Скейф Или пещера проповедника В 1648 году Корабль Вильям Отправился от Бермудских островов С группы Пуритан Их путешествие столкнулось с трудностями Которые привели к кораблекрушению На рифе Под названием Хребет Дьявола И трагедии, которая унесла одну жизнь В поисках убежища Выжившие обнаружили небольшую пещеру Недалеко от пляжа Позже названную пещерой проповедника Притча Скейф Или пещера проповедника Имеет большое значение Для любителей истории Поскольку она отмечает Место первой церкви На Багамах И служит местом захоронения Пуритан Основателей нынешних богам Кроме того Здесь находится Уникальное Доэзерическое захоронение Народа Лукая Населявшего остров До прибытия Колумба В 1492 году Некоторые из этих захоронений Содержат предметы Связанные с ритуалами Загробной жизни Одно захоронение Проливает свет На мрачную историю Человеческих Жертвоприношений На Иллютре Территория Вокруг пещеры Также исторически Примечательна тем Что здесь Располагается Первая чернокожая община Свободных людей На Багамах Помимо своей исторической Ценности Пещера проповедника Имеет культурное значение Выступая в качестве Связующего звена Соединяющего Остров Спаниш Уэллс С общинами Острова Иллютры Ученые Выявили генетическую Связь между Паританами Захороненными здесь И нынешним Постелением Спаниш Уэллс Примечательно, что В пещере проповедника В настоящее время Обитают дикие пчелы Мы Насчитали Посводом пещеры Несколько Крупных ульев И несколько Поменьше На самом деле И гораздо больше Просто они Незаметны В просторных Известниковых Полостях Кажется, что Дикие пчелы Чувствуют себя Очень уютно здесь Видно, как они Вылетают И залетают Через круглые Отверстия В куполе Пещеры Судя по всему Они находят Достаточно Нектара В тропическом лесу Расположенном Вокруг Пчелы абсолютно Миролюбивы И не обращали на нас Никакого внимания Здесь также Растут кокосовые Пальмы А под ними Грибы Лисички Остатки украшений И мусор Действует о том, что Это место Активно используется Для религиозных Церемоний Свадеб Местные жители Стараются Поддерживать Территорию пещеры И близлежащего пляжа В чистоте Добраться Сюда легко Парковка удобная Бесплатная Пляж Тайбэй Который часто называют Еще пляжем Пещеры Проповедника Из-за его близости К пещере Был одним из Самых любимых мест На Северной Иллютрии Однако Для детей он не подходит Из-за высоких волн Пляж огромный Красивый И обычно пустынный Вы можете наблюдать За проходящими Мимо На пути к Спаниш Уэллс Или острову Харбор Лодками Иногда Может появиться Дружелюбная Акула Пляж чистый Выход на него Прямо со стоянки Обязательно Прогуляйтесь на Восточную сторону Пляжа Для дальнейшего Изучения Района Залива Тай И пройдите Пройдите Пешком Пляжи И Продолжение 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 Харбор Район В том числе пляжу, сменкой теплой водой. Но что действительно делает этот пляж особенным, так как присутствует черепах, скатов и множество морских звезд. Тихо наблюдайте за черепахами с пляжа, иначе они испугаются и очень быстро уплывут с поразительной скоростью. Пляж чистый, предлагает много теней, дает ощущение уединения и отлично подходит для плавания с маской. Когда нам надоело купаться и загорать, мы решили прогуляться до конца дороги, где Китовый мыс встречается с Антлантическим океаном, откуда остров Харбор совсем близко. Мощные океанские волны развиваются о скалы с громким звуком. Жуткая стихия налетала на берег с такой силой, что мы даже боялись приблизиться к краю. По пути мы заметили, несколько вывесок продается, так что если вам нравится этот район, у вас есть возможность купить часток земли или дом. По дороге домой мы остановились на пляже Боттам Харбор, где раньше располагался пляжный клуб и ресторан Боттам Харбор. К сожалению, это место сильно пострадало от урагана Ирен 12 лет назад. Когда мы были там, новый ресторан уже был почти построен, и скорее всего он уже открыт. Примерно в 300 метрах к востоку от ресторана находится место, куда лодки постоянно привозят туристов кормить черепах. Вы можете прогуляться туда во время отлева по берегу, но, пожалуйста, воздержитесь от кормления черепах. Это делает их зависимыми от людей. А когда наступает низкий туристический сезон, они начинают голодать, не говоря уже об агрессивном поведении, которое у них развивается. Они кусают туристов практически ежедневно. Уже выезжая на главную дорогу, мы проехали мимо красивой карстовой воронки с темно-зеленой водой и гостиницы Мяу-отель для полуеликих кошек, которые смастерили добросердечные местные жители и кормят их там. Харбор-остров или Бриланд, как его называют местные жители, был местом, о котором мы мало что знали. Заинтригованные рассказами о доме с привидениями на острове Харбор мы решили в ветреный волнистый день отдохнуть от пляжа и найти его. Проехав мимо аэропорта, мы прибыли на большую парковку около причала, которая шокировала нас огромным количеством разбросанного мусора. Заплатив 5 долларов, мы сели в лодку и после короткой поездки на лодке высадились на причале Данмартаун, единственном городе на острове Харбор. Он встретил нас громкой музыкой, припаркованными гольфмобилями и шумной атмосферой и испарениями бензина. Отказавшись от аренды гольфмобиля, мы решили исследовать этот крошечный остров всего лишь в 3,5 мили и шириной в полмили пешком. Бриланд оказался неприспособленным для пеших прогулок, на нем не было тротуаров, и, идя по край дороги, мы постоянно шарахались от машин и гольфмобилей. В отличие от тихо и спокойной лютры, где мы остановились, Дармонтаун был оживленным туристическим местом, одним из тех, которые мы обычно стараемся избегать. Бриланд, история которого насчитывает почти 5 столетий, когда-то был центром судостроения на Багамах, первой столицей, пиратским форпостом, а теперь игровой площадкой для богатых и знаменитых, неофициально известной как Карибский нам Такет. Следуя по картам Google к дому с привидениями, мы свернули направо на Бэй-стрит и вскоре оказались на пристани для яхт пляжного курорта Валентайнс. В связи с низким сезоном в ресторане на причале было относительно тихо. Мы провели там несколько минут и продолжили прогулку, фотографируя яркие дома и большие гостиницы. Наш путь привел над курортом и пристани для яхт Рамура Бэй. Прогуливаясь по причалу, мы увидели совершенно неожиданно пару ламантинов, крупных морских млекопитающих, охраняемых на Багамах, к сожалению, выбравших не самое лучшее место для отдыха из-за риска попасть под грибной винт лодки. Продолжив наше путешествие, мы достигли места, где должен был находиться дом с призраками. Только для того, чтобы обнаружить совершенно новый забор, окружающий строительную площадку комплекса Брилан Клаб Президент и Марина, стоимостью 150 миллионов долларов. Разочарованные, но не удивленные этой ошибкой карты Google, мы продолжили путь, следуя за забором в сторону пристани для яхт Брилан Клаб, где мы обнаружили его рядом с новой пристанью. Легенда гласит, что богатый человек построил этот дом в начале 1940-х годов для своей молодой жены. Зайдя в дом и проведя в нем всего полчаса, она с криком убежала. Она поклялась никогда не возвращаться, утверждая, что в доме обитают мучащие ее призраки. Они поспешно покинули дом, бросив все как есть. Ходят слухи, что их больше никто никогда не видел. С годами некогда красивое здание пришло в упадок, но оставалось популярным местом для проведения свадеб и вечеринок из-за своего постапокалиптического очарования. Теперь он являлся частью частной территории Брилан Клаб. Пристань Брилан Клаб была временным местом швартовки элегантной Нина, недавно построенной 55-метровой яхты. Это скромное судно способно разместить 12 человек в 6 каютах и его можно ориентовать всего лишь за 250 тысяч долларов в неделю. Мы не могли покинуть остров, не посетив, возможно, один из самых известных пляжей в мире с розовым песком. Мы обнаружили тропинку, ведущую к пляжу между виллами Ла Палмераи и Си Сайрен. Пляж Пинг Сэнд Бич встретил нас грохотом волн и розоватым песком. В районе дорогих вилл и резортов пляж был относительно чистым. Несколько человек загорали в шезлонгах и попивали что-то из пластиковых стаканчиков. Однако никто не купался из-за громадных волн. Это отличное место для неторопливой прогулки, красивых фотографий и достойных инстаграма, особенно если вы улучшите их с помощью фильтров, чтобы усилить яркий розовый оттенок. Здесь нет туалетов, спасателей на посту и высоких зданий. К сожалению, мелкие кражи здесь не редкость, поэтому посетителям следует проявлять осторожность. Мы прошли более километра на север по этому пляжу, минуя роскошные виллы по цене 5000 долларов за ночь и курорты по 2000 долларов за ночь, подойдя к северному выходу пляжа. К сожалению, на этой территории пляжа мы увидели много мусора. Тут были и пластиковые бутылки, и предметы личной гигиены, и странные игрушки. Парковка и выход к общественному пляжу тоже напоминала свалку. Рядом находилась заброшенная стройка. Обратно мы пошли по Бейл-стрит, и эта часть острова резко отличалась от туристического района, где мы были раньше. Мы прошли мимо электростанции с шумными генераторами, производящими электричество для острова. От местных жителей мы узнали, что в Бриланде бывают перебои с электричеством и водой, и это вызывает большие неудобства для местных жителей и туристов. Пройдя по шумной и пыльной дороге, мы добрались до пристани, сели на лодку вместе с местными жителями, которые возвращались с работы домой на Элютру. Ух ты! Боже мой! Как это красиво! Это обязательно нужно увидеть! Это так великолепно! Это захватывает дух! Все это мы прочитали в онлайн обзорах моста и рекомендациях про глаз window bridge или мост стеклянное окно по-русски. Мы решили остановиться здесь по пути в заповедник Леон Леви. Парковка прямо на мосту ограничена, поэтому мы запарковались чуть дальше, недалеко от королевских ванн и решили прогуляться. Совет! При парковке убедитесь, что вы не оставляете в машине ничего ценного, а также рекомендуется оставлять машину не запертой, чтобы ворам не пришлось разбивать окна для того, чтобы украсть ваши мокрые вещи. Лучшие фотографии и видео можно сделать с помощью дрона с камерой. В штормовую погоду мост выглядит драматично и создается ощущение, что мать-природа делает все возможное, чтобы его разрушить. На протяжении веков натуральный мост из камня соединял север и юг Элютры. Однако в 1940-х годах серия ураганов разрушила этот, казалось бы, неразрушимый естественный сухопутный мост, что привело к строительству моста из железобетона. В последующие десятилетия мост неоднократно ремонтировался. К сожалению, в 1992 году и в 1999 годах мать-природа не проявила милосердия. В 1992 году ураган Эндрю существенно повредил старый мост и наиболее серьезные повреждения произошли в 1999 году. В течение более 48 часов Флойд, ураган четвертой категории, безжалостно обрушивался на район стеклянного окна сильным ветром и волнами, полностью уничтожив первоначальное стеклянное окно. Несмотря на последующий ремонт моста и повторное соединение Королевского шоссе в течение нескольких месяцев, география Элютры изменилась навсегда. Если вы летите домой из аэропорта Ил-Эйдж, но поселились в центральной или южной части Элютры, всегда существует вероятность того, что стеклянный мост будет закрыт из-за сильных волн, когда вы направляетесь в аэропорт. В таких случаях вам, возможно, придется переправляться на лодки. Всегда помните о возможности закрытия моста, чтобы не опоздать на рейс. Посетив стеклянное окно, мы отправились в королевские ванны, где красивые скальные образования из лавы создают естественные ванны в зависимости от прилива и состояния океана. Лучшее время для посещения гидромассажных ванн – это время отлива или среднего прилива. Рекомендуется носить прочную обувь, так как место с ней подходит для шлепанцев и исландцев, из-за острых, иногда скользких камней. Посещение во время отлива позволит вам исследовать пещеру в задней части бухты, без риска быть смытым в океан большими волнами. Соблюдайте крайнюю осторожность. Недавно совсем утонул турист, когда неожиданно появились большие волны, которые смыли его в океан, когда он стоял близко к краю. В южной части шоссе между мостом стеклянного окна и королевскими ваннами вы можете найти небольшой гейзер, извергающий фонтан воды из дыры в скале. Это явление происходит только при правильном сочетании прилива и силы океанических волн. Олеандр Гаден расположен между курортом Гров и пляжем Голдинг Кей. Олеандр Гаден – небольшой жилой комплекс, немного севернее Грегори Тауна, на карибской стороне острова. Пляж легкодоступный, хотя и небольшой, скалистый, мелководный, вода спокойная. Это делает его подходящим для плавания с маской. Рекомендуется использовать обувь, защищающую ноги в воде. Если вам повезет, вы можете встретить здесь дельфинов, морских звезд и черепах. И даже найти песчаные доллары. Пещера Хачетбей – тоже очень интересное место. Дорога, ведущая к этой пещере, хорошо обозначена. Однако сам ход в пещеру скрыт среди высокого кустарника и травы. К сожалению, стены для пещеры испорчены граффити. Для посещения пещеры желательно надеть кроссовки и иметь хороший фонарик. Здесь нет платы за вход, нет охраны, туалета, и посетителей здесь не бывает много. Хачетбей – одна из самых длинных надземных пещер на Багамах, с извилистыми проходами длиною около мили. Пещера может похвастаться впечатляющими сталактитами, сталагмитами и другими образованиями на потолке и стенах. Археологи нашли здесь остатки индейцев Лукая, которые часто использовали пещеры в качестве места хоронения. Они верили, что они служат вратами в загробную жизнь. Посетив пещеру Хачетбей, мы отправились на поиски Свитингпонд – известного озера, где обитают морские коньки. 7 сентября этого года он официально стал национальным парком морских коньков, занимающим территорию площадью в 548 акров и находящимся под управлением Национального фонда Багамских островов. Найти подъездную дорогу оказалось довольно сложной задачей. Не было никаких указателей, а карта Гугла, как всегда, была бесполезна. Проехав еле заметную, узкую, заросшую дорогу несколько раз туда и обратно, мы потеряли надежду добраться. К счастью, местная женщина подсказала, где оставить машину и куда идти. Припарковав машину на шоссе, мы пошли пешком. Дорога к пруду была наполовину заросшая тропическими растениями. На обочине лежали груды мусора. Достигнув пруда, мы обнаружили знак с информацией. Прочитав его, мы нырнули в теплую соленую воду с масками. Поплавав 25 минут, мы внимательно смотрели на дно озера, покрытое растительностью, и поначалу не смогли обнаружить ничего, кроме крупных моллюсков-тюльпанов, огненных гребешков и мангровых устриц. Возникли сомнения, неужели нас обманули и морских коньков здесь нет. И вдруг я заметила одного этого мастера маскировки. Он тихо питался, хватая что-то над водорослями и почти сливаясь с ними. Сразу же после этого я стала находить их повсюду. Либо они перестали прятаться от меня, убедившись, что я не представляю угрозы, либо я научилась их распознавать на фоне водорослей. Жители озера перестали нас бояться и вернулись к своим делам, а некоторые даже решили с нами познакомиться. Коралловый багамский осьминог демонстрировал нам свою красоту и даже пытался общаться с нами. Мы наблюдали, как королевский краб сбросил свой старый экзоскелет и даже не пытался убежать от нас. Мы нашли голубых светящихся морских слизней, красных огненных червей, необычных морских звезд, змей и хвосток. Это уникальное и абсолютно необычное место. Свитинг пруд – это не имеющая выхода к морю лагуна, соленой водой, длиной в 2,5 км, шириной в 1,5 км и глубиной до 13 метров. Это уникальное природное образование, известное как карстовый бассейн. Состоит из морской воды, проступающей через пористую известняковую породу, разделяющую океан и лагуну. Это место одно из самых интересных мест на Эллютри и может похвастаться уникальной экосистемой с редкой популяцией морских коньков, находящихся под угрозой исчезновения. Трудно себе представить, что совсем недавно существовал идиотский план разрушить барьер между морем и лагуной и построить еще одну гавань для лодок и пристань, подобную той, которую сделали в Хачет-бэй, и уничтожить это уникальное место. Еще один очень интересный день мы провели в заповеднике местных растений Леона Леви, первом национальном парке на острове Эллютро, находящийся также под управлением Национального фонда Багамских островов. Задуманный и созданный Шелби Уайт в честь ее покойного мужа, заповедник площадью 30 акров является местом, где специалисты выращивают растения, произрастающие на Багамах, и все желающие могут за небольшую плату посетить его и увидеть растения, которые непросто встретить в природе. Припарковав машину и заплатив 12 долларов за человека, вооружившись картой, мы выбрали самый длинный маршрут. Сразу при входе около информационного павильона расположен самый красивый пруд с водопадом, коконат-гров или кокосовая роща. Многие растения по всему заповеднику имеют таблички, как с обыденными, так и с латинскими названиями, что облегчает ознакомление с флорой Багамских островов. Мы начали с тропы лекарственных растений, где клумбы организованы по заболеваниям и растениям, используемым для их лечения. Эти лекарственные растения и способы применения привезли на остров африканские рабы в 17 веке. Мы прошли по заболоченной низине из мангровых деревьев, наблюдая за различными птицами, которые осторожностью рассматривали нас издалека. Примечательно, что все работы, включая искусственные пруды и водопады с циркулирующими грунтовыми водами, были выполнены без тяжелой техники, практически руками, чтобы позволило сохранить крупкую, естественную среду обитания. Тропинка, которая привела нас в заросли, где мы увидели пифидные растения, в том числе орхидеи, воздушные растения, бромелии, была одной из самых интересных. Нам посчастливилось стать свидетелями цветения орхидеи энциклия алтисима, известных своим ароматными цветами, цветущими в зимние месяцы. Там растут 8 различных видов орхидеи, но, к сожалению, большинство из них во время нашего визита не цвели. На трапе съедобных растений мы увидели экзотические, подносящие растения, такие как хлебное дерево, колебас, дерево нони, дерево мамея, дили и другие. Очень экологично компостирующий туалет, работающий от солнечной энергии, был странно похож на наш российский туалет середины прошлого века, только без запаха. К нашему удивлению, в заповеднике росли различные виды грибов, в том числе мухоморы, лисички, подосиновики и другие. Мы также нашли различные грибы-трутовики, в том числе и известный лекарственный гриб гонодерма люсидум, или рейши, или императорский гриб, указывающий на здоровье местного леса. Большинство грибов наблюдалось вдоль тропы, ведущей деревянной обзорной башни, откуда открывался вид в 360 градусов на вершины деревьев. Выйдя к пруду, мы сразу же пожалели, что не купили угощение для черепах за 2 доллара при входе в заповедник. Этот пруд с свежей водой был создан из бывшей цистерны с дождевой водой, и в нем обитают пресноводные черепахи, известные как Джамайка Слайдер, которые находятся под угрозой исчезновения. Черепахи бросились к нам со всех сторон, в надежде на то, что мы их будем кормить, но, поняв, что у нас ничего нет, быстро утратили к нам интерес. Пройдя по тропинке под названием «Прикладная ботаника», мы увидели различные виды растений, имеющих важное экономическое значение для жизни и населения Баганских островов. Рядом с выходом расположен павильон, где сотрудники заповедника выращивают растения и проводят уроки для школьников. Павильон защищает молодые растения от прямых лучей солнца и ветра. Посетив заповедник Леона Леви, по дороге домой, мы решили остановиться и посмотреть на разваленные старой американской военной базы и прилегающий к ней пляж. Место, где мы запарковали машину, когда-то было водосборником для дождевой воды. Дождевую воду собирали, очищали и использовали для различных целей. Пресная вода на острове всегда была большой проблемой. Природа постепенно поглощает все брошенное человеком и уже разваленные почти не видны в колючих кустах. 1 сентября 1957 года в центральной части Лютры была открыта военно-морская база США, где служило 150 офицеров и рядовых. База служила одной из станций подводного прослушивания и являлась частью системы звукового наблюдения и отслеживания советских подводных лодок. Одновременно с этим ВВС США создали рядом вспомогательную авиабазу. Ее основная задача заключалась в том, чтобы отслеживать ракеты и спутники, запущенные из мыса Канаверал во Флориде. 1 марта 1980 года военно-морская база прекратила свою деятельность после 23 лет работы. Сегодня корпорация водоснабжения и канализации Ильютры опресняет здесь соленую воду. Пляж большой, безлюдный, с большими волнами и множеством морского мусора. Брэд Сигелло в своей пляжной книге назвал «Slight Beach» и «Roundhole Beach» или по-русски «Пляж, горка и круглая дырка» двумя из самых уникальных пляжей на острове. И мы решили их посетить, тем более, что они находятся не так далеко от Хачет Бэй. Путь к ним лежал рядом с электростанцией, по узкой дороге, усыпанной гвоздями и мимо уже привычных куч с мусором. Часть пути мы прошли пешком, пробираясь через мокрые заросли. День был очень ветреный, и когда мы добрались до места назначения, все, что мы увидели, это разъяренный океан с огромными волнами, разбивающимися от берег. Красивых, уникальных пляжей мы так и не увидели. Для этого нужно выбирать более тихие и спокойные дни. Чем хороша Ильютра, то там всегда можно найти тихий, спокойный пляж даже в самый ветреный день. Там их бесконечное количество. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ